МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По регионам России прокатилась волна отравлений спайсами. Несколько десятков погибших, сотни пострадавших. Что представляют собой синтетические курительные смеси, спайсы и как они убивают человека? Об этом в беседе с главным врачом Болгоградской областной наркологической больницы Игорем Бачковым. Игорь Викторович, с конца весны в регионе стали фиксироваться случаи массового отравления спайсами. Насколько эта ситуация привела к резкому увеличению пациентов именно в вашей клинике? Порядка 450 случаев, если не больше, потому что сегодня мы подводим как раз итог. Из них порядка 150 случаев потребления и острых интоксикаций или отравлений у несовершеннолетних, которые прошли через нашу больницу, то есть которые были уже госпитализированы и им оказана специализированная помощь. Слава Богу, пока летальных исходов не зафиксировано. Какая в целом эта возрастная группа поступающих на отравление от спайсов? От 12 до 40 лет. Были единичные случаи где-то от 40 до 50, но это 2 или 3 случая, так сказать, люди из любопытства пытались что-то попробовать, но систематически нет. Что принято называть сегодня спайсами и насколько быстро наступает привыкание к ним? Ну, конечно, это сленговое название. У нас терминология, скажем, среди специалистов – это синтетические каннабиноиды. Вот, кстати, если говорить о наркологии, до сих пор даже есть такое понятие международная классификация болезней и состояний. Там этого раздела нет. И мы называем, если говорить о наркологии, говорим о синтетических каннабиноидах. То есть действие этих наркотиков похоже на действие марихуаны. Но это не всегда так. Что, если говорить об острых отравлении, мы ставим неуточненными психоактивными веществами, потому что мы не знаем до сих пор структуру всех этих агентов, которые вызывают острое отравление. И вот на сегодняшний день та диагностика, которая у нас проводится в городе и области, не дает нам возможности идентифицировать вещества эти, от которых получаются отравления. Потому что здесь совершенно другие методы исследования нужны и совершенно другая аппаратура. Мы видим воздействие этих препаратов, которые уже не похожи на действие классической анаши, марихуаны. А получаются эффекты какие-то больше какого-то оглушения, а не получения какой-то эйфории и так далее. То есть если человек, например, хочет получить какое-то действие с улучшением настроения, он получает именно удар по мозгам, достаточно сильный, который приводит его не к изменению психического состояния, а в реанимацию. И это больше всего настораживает. И таких случаев все больше и больше. Игорь Викторович, насколько разрушающе действует на организм употребление спайсов? Мы отмечаем резкое воздействие на центральную нервную систему. То есть человек при употреблении внезапно теряет сознание. И отмечаем кардиотоксическое действие, то есть воздействие на сердечно-сосудистую систему, когда, ну, вплоть до того, что изменения со стороны сердца отмечаются, вот при начале диагностики данных пациентов, и уже есть случаи острых инфарктов от потребления этих препаратов. У молодых людей, да. То есть в основном-то, если говорить о летальных исходах, конечно, смерть происходит от именно поражения сердца. Действительно ли именно со спайсами связано большое число суицидов, потому что употребление синтетического наркотика приводит к неадекватному поведению? Ну, скорее всего, не к суицидам, а именно к неадекватному поведению. И человек становится опасен для себя и для окружающих. То есть что ему кажется, например, он может выпрыгнуть с высоты, попасть под транспорт, ну и так далее, тому подобное. То есть он перестает себя контролировать. Вот этот рейтинга опасности для него не существует. Он лезет на проломы. И действительно, что может, так сказать, казаться в виде трамвая какой-нибудь там животное или что-то еще. То есть были такие случаи. Некоторые у себя, ну, будем говорить так, были случаи у нас, вскрывали черепную коробку ножом. То есть были такие моменты. Либо вскрывали кожу, ища там каких-то насекомых и так далее. То есть при интоксикации данными препаратами, данными психоактивными веществами. Сегодня в регионе учителей, психологов, социальных педагогов обучают тому, как на самой ранней стадии распознать, принимает ли подросток наркотики. Ну, неплохо бы эту информацию узнать и родителям. Скажите, пожалуйста, что во внешнем виде в поведении ребенка должно настораживать? Конечно, каждый родитель должен следить за поведением детей, именно за кругом их интересов, друзей и так далее. Первый признак, ну, всегда уже, я еще в своей диссертационной работе указывал, что отношение к учебе, отношение к хобби, которое было раньше. Вот начинать надо с этих. То есть изменение резкое, то есть приоритетов. Теряется интерес, да? Конечно, к учебе, к хобби, к занятиям спортом, если ребенок раньше занимался, появление новых друзей. Вот это должно уже настораживать. Если возникают вопросы, то есть мы всех призываем контактировать с нашей наркологической службой, мы на сайте всегда доступны. Мы сейчас уже даже в интернете пытаемся онлайн-консультации давать. Ну, со временем, может быть, и по видеосвязи будем проводить подобные консультации именно с психологами, с родителями. То есть мы всегда доступны. Новые виды синтетического зелья, по данным наркоконтроля, появляются в России каждые два дня. Игорь Викторович, вот на Ваш взгляд, как нарколога, специалиста, что нужно предпринять, чтобы изменить ситуацию распространения спайса? Ведь, например, некоторые Ваши коллеги говорят о том, что да, запреты – это хорошо, пресечение каналов – это хорошо, но трудно будет изменить ситуацию, если не будет воспитания в семье и в школе в первую очередь. Дети пытаются изменить свое психическое состояние, а это по ряду причин. Экономическая ситуация, и стресс, и, в общем-то, сложности с учебой и так далее. И появляется вот эта аддикция для того, чтобы изменять свое психическое состояние. Чем можно изменить? Самое простое – курение, алкоголь, психоактивные вещества. Но если ребенок приучен, скажем, получать удовольствие от спорта, от хобби, от каких-то занятий, от каких-то положительных эмоций, да в том же обучающем процессе, то есть он вряд ли пойдет в аддикцию такую, патологическую. И здесь именно действительно нужно воспитывать, ну, может быть, не все деньги давать, ну, скажем, структурам силовым, не запретам, а строить новые площадки, катки. То есть именно получать удовольствие необходимо за счет внутренних резервов таких физиологических, а не внешних, наркотических. Игорь Викторович, спасибо, что уделили нам время.